Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян условились, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Мы, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, премьер-министр республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили о следующем. Первое. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Второе. Агдамский район возвращается Азербайджанской республике до 20 ноября 2020 года. Третье. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Четвертое. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации, 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Пятое. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренности развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Шестое. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской республике Кельбаджирский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шуша, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Седьмое. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Восьмое. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Девятое. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана.